Доброе утро, уважаемые коллеги. Говоря о длительности лечения, надо сказать, что очень разнородная информация есть в документах, которые мы имеем на руках. Если мы смотрим на исследования, то большинство исследований ограничивали длительность применения антипедиодинтерапии двумя годами лечения. Да, у большинства из этих исследований были дополнения, которые разрешали и более длительное назначение препаратов. Однако в инструкцию все эти ограничения не вошли. То есть, если мы посмотрим, что на инструкции к Ниволумабу, что к Пембролизумабу, что к Прилоголемабу, длительность лечения не ограничена, несмотря на ограничение длительности в исследовании. Безусловно, у нас встает резонный вопрос, можем ли мы как-то сократить или нужно ли увеличивать длительность терапии, особенно принимая во внимание высокую стоимость, финансовую нагрузку, риски токсичности, а в нынешней ситуации еще и риски взаимодействия с инфекцией ковид. Итак, какие данные мы имеем? Фактически единственное рандомизированное исследование, которое пыталось ответить на вопрос, что лучше, один год терапии Ниволумабом или два года терапии Ниволумабом, это исследование Чикмейт-153, где Ниволумаб применялся во второй линии терапии немелкоклеточного рака легкого. И вот в этом исследовании, первые результаты которого были доложены еще в 2017 году, а потом еще опубликованы в 2019 году, оказалось, что при первичном анализе, что пациенты, у которых проводилась терапия Ниволумабом 2 года, имели лучше показатели выживаемости, чем пациенты, у которых Ниволумаб проводился в течение года лечения. Но при этом, при первичном же анализе, влияния на общую выживаемость никакого отмечено не было. В дальнейшем эти конечные точки исследования просто не упоминались в публикациях, что может нам говорить о том, что вероятнее всего данное наблюдение при дальнейшем анализе не подтвердилось, потому что оно не опубликовано. То есть фактически есть подозрение, что это негативное исследование. С другой стороны, в этом году на АСКО Михаилом Пацао было представлено исследование, где пациенты с меланомой кожи получали сначала два цикла стандартной терапии Ниволумаб с полимумабом, потом нестандартно рано оценивался тот эффект, который оказались за два коротких цикла эти препараты, и дальше пациенты с регрессом опухоли менее 4%, то есть со стабилизацией или с уменьшением опухоли, либо в пределах стабилизации, либо больше, чем со стабилизацией, то есть частичным и полным регрессом, они сразу переходили на поддерживающую терапию Ниволумабом. Если же эффект казался недостаточным, причем это и медленный рост опухоли, и достаточно бурный рост опухоли, пациенты получали еще два цикла терапии Ниволумаба с Пелумабом. И что оказалось? Что вот эти группы, 32%, которые получали 4 цикла терапии Ниволумаба и Ниволумаба, у них не было дополнительных эффектов и не было достигнуто ни разу объективного ответа. И отсюда встает вопрос, а надо ли нам вообще продолжать столь долго достаточно тяжелую терапию. Кроме того, если мы посмотрим по количеству циклов, то 77% пациентов в принципе получили всего лишь 2 цикла терапии, потому что были известны всем иммунопосредственные нежелательные явления. То есть для 77% двух циклов оказалось достаточно для того, чтобы достичь того эффекта, который мы все хотим. Это все нам говорит о сокращении и возможности сокращения длительности терапии. Иммунологические аспекты, которые очень редко анализируются в плане системного иммунного ответа, но тем не менее здесь были представлены и оказалось, что иммунологический системный эффект по числу пролиферирующих CD8-т-лимфоцитов, которые говорят об развитии эффекторной фазы иммунного ответа, и айкос-позитивных CD8-лимфоцитов, которые свидетельствуют тоже о том же сам, то есть это маркеры активации фактически и активной пролиферации т-лимфоцитов, они говорят о том, что все иммунологические эффекты достигаются сразу после одного введения, то есть уже на третьей неделе мы видим рост. И дальше этот рост не нарушает, наоборот, отмечается некоторая коррекция, которая статистически незначима, но объяснима волнообразным течением процессов в иммунной системе. То есть это абсолютно нормальная ситуация. Если мы посмотрим про длительность эффектов, то, например, исследование меланомы, где мы видим абсолютно одинаковые свимерплоты у пациентов, которые остановились по поводу достижения максимального эффекта, и то же самое по поводу достижения токсичности. То есть все пациенты, которые прервали лечение до двух лет, они не теряют в эффективности лечения. Если же прерывание лечения было обусловлено прогрессированием процесса, здесь, да, здесь, безусловно, результаты худшие. Но то же самое мы видим и в исследовании Чекмэй-214, где ипилиумаб с неволюмабом в комбинации применялся в первой линии терапии рака почки. Посмотрите, у пациентов на лечении и у пациентов, которые завершили лечение, и более не лечились, абсолютно одинаковое распределение ответов. То есть только те пациенты, которые не лечились, соответственно, у них не было необходимости так часто посещать медицинские учреждения. И, безусловно, совершенно не так выглядит длительность ответов, которая у оставшейся группы пациентов. Что касается безопасности, то это другая чаша весов. Да, мы хотим лечиться, но мы не хотим получать нежелательные явления. Но риски этого сохраняются. Несмотря на публикацию, что большинство нежелательных явлений и высшая частота нежелательных явлений в первые несколько месяцев лечения, тем не менее уровень многих нежелательных явлений, прежде всего таких, как эндокринопатия, таких, как кожные нежелательные явления, он остается относительно стабильным в течение всего времени терапии. Вы видите здесь продолжительность лечения до 5 лет, и все равно мы регистрируем какой-то уровень нежелательных явлений. Да, этот уровень небольшой, пик на 13%, Стабильная плата достигается где-то на 6% для большинства нежелательных явлений. Но мы знаем, что иммуно-посредственное нежелательное явление очень разнообразно, и нас не должна вводить в забруждение такая маленькая частота одного конкретного нежелательного явления, ведь рисков много, и эти риски аккумулируются. Интересное исследование было представлено на АСК в этом году. Исследование Милбейс – это большая база данных, которая включает в себя пациентов, которые получали лечение иммунопрепаратами, антипедиадин-терапией в комбинации или в монорежиме по поводу меланомы в Англии. И пациенты получали лечение и с различными заболеваниями, и получали лечение в соответствии с инструкцией как раз больше, чем 2 года. Посмотрите, они проанализировали позднее иммунопосредственное желательное явление, и на круг выходит, что при лечении больше 2 лет частота 43%. Да, у большинства 1-2 степени, но чем дольше мы лечим, тем выше риск этих нежелательных явлений. Это мы тоже должны учитывать. Интересное исследование было проведено на более чем 10 тысяч пациентов, получавших антипедиадин-терапию при немелкоклеточном раке легкого. Нас сейчас интересует нижняя часть этого анализа, где пациенты получали более одной линии химиотерапии, потом получали неволюмап, и потом у них был либо перерыв в лечении больше 6 недель, и им возобновляли иммунотерапию, либо у них было прогрессирование процесса, они получали еще одну линию терапии, и потом им тоже возобновляли иммунотерапию. Что оказалось у этих пациентов? Что если мы возобновляем после перерыва в лечении, то все зависело от того, какая длительность лечения. Худше несколько результатов были получены у тех пациентов, которые получали короткий курс, менее 3 месяцев. Но вот уже у пациентов, которые получали более 3 месяцев, а тем более более 6 месяцев терапию, получились достаточно хорошие результаты продолжительности жизни. Если же между этими перерывами проведена очередная, третья по счету или четвертая линия химиотерапии, то оказалось, что у пациентов, которые получили хотя бы 3 месяца терапии неволюмапом, мы имеем хорошие шансы достижения улучшения продолжительности жизни пациентов при реиндукции этого лечения. Это говорит о том, что даже если мы делаем короткий курс лечения, те пациенты, которым этого курса недостаточно, мы можем нагнать этот уходящий поезд. А для тех пациентов, кому этого курса хватило, те могут остаться без лечения и жить долго без воздействия. Безусловно, нам нужны маркеры. Я сегодня даже записал себе название. Адаптивные маркеры, которые могут анализироваться в процессе иммунотерапии. Мы предприняли попытку сделать такую систему маркеров на основании системных иммунологических показателей, на основании методов машинного обучения, которые бы изучали клинические факторы, и то лечение, которое мы планируем делать после забора данного иммунного статуса, который учитывал бы результаты лечения, осложнение терапии. И такая вот система нами была получена. Она позволяет с вероятностью в 80% прогнозировать, будет или не будет прогрессирование процесса на горизонте в 3 месяца на основании целого ряда факторов, которые теоретически должно позволить и до какой-то степени подбирать лечение. Но если мы посмотрим, что это за факторы, безусловно, это смесь клинических факторов и факторов, отражающих состояние иммунной системы данного конкретного пациента здесь и сейчас. И что важно, что если мы посмотрим на общую продолжительность жизни больных, то у пациентов, у которых данная прогностическая модель и реальная ситуация совпадали, у них была самая лучшая выживаемость, это красная кривая, но там, где прогностическая модель говорила о том, что вероятно прогрессирование процесса, а его даже фактически не случалось, все равно у них общая продолжительность жизни была хуже. Таким образом, это может быть перспективным методом для того, чтобы ответить на вопрос, лечить пациента сейчас или не лечить, и как долго лечить, и надо ли или не надо переключаться на другие методы лечения. Таким образом, завершая доклад, я могу сказать только одно, что на сегодняшний день оптимальная длительность иммунотерапии остается неизвестной. Мы можем только предполагать возможность остановки лечения после небольшого количества циклов терапии. Каждый раз это надо решать индивидуально. Решение о прекращении лечения ввиду достижения или эффекта, и оно возможно на сегодняшний день. Мы можем использовать для этого механизм врачебной комиссии, мы должны это согласовывать с пациентом, но тем не менее это вопрос, который может быть обсуждаем уже здесь и сейчас в реальной клинической практике. И безусловно, нам необходимы новые биомаркеры для индивидуализации терапии в процессе лечения. Спасибо за внимание.